Казахстан Констатируем, что главная беда нашего народа идет сегодня со стороны праволиберальной высшей бюрократии России, принимающей в штыки возрождение национального самосознания казачества и делающих очень много, чтобы этому помешать. Сегодняшнее очень непростое положение российского государства было заложено, как бы это ни хотелось кому-то отрицать, в 1917 году, когда казачество и русский народ, как государство, образующее от нас, стали инструментом осуществления идей большевиков-интернационалистов в России и в мире. Лозунгами, расказачиванием была начата денационализация нашего народа, превратившего его в Иванов, родства непомнящих. Да, мы одержали великую победу над фашизмом, но одержал ее на тот момент еще помнящий себя православный русский народ. Свою немалую толику в эту победу внесли пропорционально своим возможностям и другие народы Советского Союза. Но абсолютное время войны и восстановление народного хозяйства легло, конечно, на нас. Послевоенное восстановление, коллективизация, индустриализация, освоение исселенных и залежных земель. Но прежде всего уничтожение православной и национальной духовной основы казачества и русского народа аукается сегодня, через десятилетия, страшным демографическим кризисом. Владимир Владимирович, вот корень тех бед, ликвидив которые, вы в короткие сроки, как президент, спасете Россию от распада и сползания в пропасть бесконечной усобицы исторического небытия. Расказачивание привело нас на край гибели. Возвращение к казачеству будет нашим возрождением. Именно этот шаг дает возможность поставить рядом и объединить усилия православной и мусульманской части России по возрождению величия нашей исторической родины. Мы уверены, что не энергетической безопасностью мира должен быть озабочен сегодня русский президент. А как вы правильно сказали, с сохранением и преумножением русского народа, без которого немыслима российская государственность. Нам глубоко безразлично Россия китайская, даже православно-китайская или демократическая и процветающая Россия, как географическое понятие, если на этой земле нет места казакам и русскому народу, нашим детям и внукам. Казачество, как воинство Христово, должно сыграть решающую роль в возрождении современной России. У России для этого есть все. Есть ядерное оружие, которое остановит любые орды, хоть с запада, хоть с востока. Есть тысячелетняя история страшных трагедий и великих побед. Есть разделенные сегодня, но три единые, как наш Бог, святая Троица, Бог Отец и Сын и Дух Святой. Русский народ, украинский народ и белорусский. А я всегда добавляю и казахский. Родной мне народ. Люба казаки! Люба! Русский народ, украинский народ и белорусский народ, как говорит атаман Захаров, три единства. И туда же он впихивает наш казахский народ. Так я вот спрашиваю, кто ему дал право, кто ему дал право говорить от казахского народа? То есть сегодня не девятнадцатый век, когда мы находились в колонии этой Российской империи. Сегодня мы независимое и суверенное государство Казахстан. Поэтому, друзья, пришло время закрывать все это казачество. Назарбай этот, ага, султан имперский, ушел. И пусть забирает все свои вот эти имперские войска. Я говорю про казачество. Поэтому все надо закрывать. Поддержите, говорит, теперь лайк, комментарии и репосты. Распространяйте это видео, чтобы было побольше. Видели это видео. И тогда мы быстрее это закроем. С вами был Яргали. С уважением. Саламу алейкум ва рахматуллахи. Ва баракатуху. Саламу алейкум ва рахматуллахи. Продолжение следует...